Добрый вечер! В эфире 12 канала итоговый выпуск Часа новостей в студии Регина Абузарова. И вот главные темы дня. ЧП в Горьковской школе. Вот то самое место, где обрушилась потолочная плитка, это фойе математических классов. Что стало причиной? Заводской брак или халатность строителей? Сиротам миллиард на жилье, бойцам СВО компенсации за коммунальные услуги. Новые меры поддержки для мячей. Во власти циклона. Сейчас дорожные службы трудятся в авральном режиме. Основную работу они проводят ночью, чтобы не создавать заторы, особенно в часы пик. Как Омск переживает последствия метели и когда погода наконец-то перестанет капризничать? Подарить вторую жизнь новогодней красавице. От долгого нахождения в квартире елка быстро высыхает и становится пожароопасной. Она может вспыхнуть от любой искры. В Омске заработали пункты приема хвойных деревьев. Кто-то спасает, а кто-то превращает в блюдо дня. На омских улицах снова нашествие косуль. По факту обрушение потолка в Горьковской школе начала проверку прокуратура. Силовики будут устанавливать точную причину ЧП. Пока предварительная версия – заводской брак. На месте работают и подрядчики. Плитку уже восстановили. Процесс лично контролировал министр строительства Александр Рожком, который приехал с инспекции по поручению губернатора Виталия Хаценко. В профильном ведомстве отмечают, пока не проверят каждую деталь, детей за парты в целях безопасности пускать не будут. Репортаж Юлии Думановой. Вот то самое место, где обрушилась потолочная плитка – это фойе математических классов. К счастью, никто не пострадал. Это были новогодние праздники, плюс школу официально еще не вели в эксплуатацию, поэтому людей здесь не было. Упал целый пролет потолочной плитки. Кадры облетели все социальные сети. Школу еще даже не успели ввести в эксплуатацию. Здание новое. Анатолий Сащенко, директор учебного учреждения, в момент происшествия находился в другом крыле. Вместе с рабочими крепили стенды, как вдруг услышали подозрительно громкий звук. Получается по звуку, как будто где-то хлопнула дверь. Я говорю, наверное, где-то сквозняк, надо пройти проверить. Пошли сюда, в это крыло, увидели обрушение вот этой части потолка. Сегодня на месте по поручению губернатора Виталия Хаценко работает комиссия, включая министра строительства Омской области Александра Рожко. Эксперты, в их числе и строители, проверяют потолочную плитку в других помещениях. Выйдет на место и специальная лаборатория, которая проверит все конструкции еще раз с помощью специального оборудования и сделает окончательные выводы. Конструкция уже восстановлена полностью уже на сегодня. Лаборатория проверит крепящие элементы, которые у нас эту конструкцию крепили, чтобы уже точно быть уверенным, что здесь у нас подобное не повторится. Мы выехали на объект для того, чтобы выяснить причины и в рамках гарантийных обязательств подрядчик, чтобы устранил вновь в данном объекте. На втором этаже, там, где произошло обрушение тех плиток, проведены восстановительные работы, причины устранены. По одной из предварительных версий, причиной обрушения плитки мог стать заводской брак или ошибка одной из подрядных организаций. Ведь под собственной тяжестью, говорят специалисты, плитка упасть не могла, она легкая. Подрядчик, кстати, довольно известный. Именно эта компания, например, проводила реконструкцию железнодорожного вокзала и театра «Галерка». Организация также собирается проводить собственное расследование. Идет пока разбирательство, посмотрим все записи. В чем может кто-то что-то на пакости. За 50 лет моей жизни не опыта на строительстве, такого нет. В школе в Горьковском объект долгожданное строительство начали в 2020 году. Рассчитано учреждение на 550 мест. Это будет, можно сказать, многофункциональный центр с лабораториями, библиотекой, актовым залом, спорткомплексом. А еще здесь будет планетарий, класса для рукоделия и слесарная. Там швейные машинки у нас тоже современные. Все современные. Начиная от швейных машинок, заканчивая агрилоком. Здесь кабинет домоводства тоже все современное. И плюс у нас три кабинета технологий для мальчиков. По предварительным данным, в ближайшие недели закончатся все проверки. Лицензию школа должна получить до конца месяца. Инцидент на срок сдачи объекта сказаться не должен. Что касается потолка. Подрядчик выехал на место буквально сразу же за пару часов. Все последствия были устранены и восстановлен потолок. Работы вели по гарантии срок 5 лет. Ну а проверка продолжается. Юлия Думанова, Виктор Осинцев, 12 канал. Для участников спецоперации ввели новую меру поддержки. Бойцам компенсируют расходы на коммунальные услуги. Это инициатива губернатора Виталия Хаценко. Возвращать будут до 30% от общей суммы за оплату ЖКХ и взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Подробно о том, как оформить новую выплату, омичи могут узнать в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества», который открыли в Умске по поручению президента Владимира Путина. Еще одно важнейшее решение губернатора. Более 900 миллионов рублей выделят на жилье детям-сиротам в этом году. Свои первые квадратные метры выпускники детских домов получат уже в этом месяце. Планируют предоставить 92 квартиры. В сравнении с прошлым годом общий объем средств на обеспечение жильем-сирот вырос почти на 70 миллионов. В Омске возобновился прием заявок для перехода с печного отопления на газ. Консультации по оформлению документов проводятся в окружных администрациях. Напомню, что собственники домов могут компенсировать по госпрограмме затраты на газификацию в границах земельного участка и установку оборудования. В прошлом году такой возможностью воспользовались больше 2,5 тысяч горожан. Общая сумма материальной поддержки превысила 365 миллионов рублей. Максимальный размер единовременной выплаты – 212 тысяч рублей. Переход на голубое топливо осуществляют в рамках нацпроекта «Чистый воздух», который инициировал президент Владимир Путин. Больше ста омичей лишатся водительских прав после новогодних праздников. Омские автолюбители оказались безответственными на дорогах в период каникул. ГИБДД организовала круглосуточное дежурство. По повинению трезвых омичей произошли серьезные ЧП, а кто-то даже спустился с места аварии на утек. Какими еще происшествиями запомнятся эти выходные, расскажет Любовь Федорова. В эпицентре событий, как всегда, медики за выходные омичей вызвали скорую больше полутора тысяч раз. И это только по предварительным данным. А на дежурство вышли 139 специалистов. Итак, почти каждые сутки жалобы, с которыми обращались к докторам на каникулах, разные. Но самые частые, как обычно, переохлаждение и травмы после неудачных взрывов петард. Специальные службы не работали, работали дежурные терапевты. То есть каждый день с 9 до 2 часов в поликлинике работало 3 дежурных терапевта. Два из них все время обслуживали вызова, один терапевт здесь на преме непосредственно. Если вдруг здесь больше было пациентов, то один терапевт, который был на вызовах, он всегда приходил на помощь. Оказались на больничных койках в новогодние праздники и десятки пострадавших в ДТП. Самые крупные с погибшими произошли на межрегиональных трассах. Некоторым водителям атмосфера праздника, видимо, слишком сильно вскружила голову. Так Рождество пьяный амич на Большегрузе протаранил барьер на железнодорожном переезде. И фактически заморозил движение на промышленных путях. У фуры отвалилась кабина и рухнула прямо на переезд. А некоторые виновники аварии, говорят инспекторы, даже устроили на каникулах побег. В течение двух суток сотрудники госавтоинспекции, используя все различные методы и способы найти этого водителя, когда проходила с ним беседа, он категорически все отрицал. Единственной зацепкой для сотрудников ГИБДД был сломанный бампер и остатки синтепона на днище автомобиля. То есть вот это только помогло им это сделать. Раскалились телефоны и в диспетчерских службах. Резких перепадов температур не выдержали коммуникации. Эти кадры сделаны жителями домов на улице Индустриальной. Из-за прорыва труп во дворе разлилась настоящая река. Это вот за полтора часа, я говорю, выходила, не было еще ничего. Спасательную операцию развернули и омские зоозащитники. Видео, где хозяин жестоко избивает свою собаку, облетело паблики. Пост собрал сотни возмущенных комментариев, а на помощь четвероногому бросились волонтеры. Вот он, Малюська. Привет, привет, привет. Я вас спасибо огромное. Уже через несколько часов неравнодушные амичи забрали собаку у нерадивого хозяина. Теперь для хвостатого ищут новую семью. Любовь Федорова, Сергей Пайхалов, 12 канал. Амичи стали реже болеть ковидом. За первую неделю 2024-го зарегистрировали 113 случаев. Для сравнения, накануне Нового года в последних числах декабря заболевших было почти в 7 раз больше – 744 случая. Сегодня, по данным медиков, болезнь в основном протекает в виде ОРВИ. Еще 2% пациентов и вовсе переносят коронавирус бессимптомно. Отступает ковид-19 и в других регионах. В целом по стране заболеваемость за последнюю неделю уменьшилась более чем в половину. Однако врачи предостерегают расслабляться, пока не стоит. Меры профилактики по-прежнему необходимо соблюдать. В Омскую область поступила первая партия автобусов для муниципальных маршрутов. Напомню ранее, регион по инициативе президента Владимира Путина получил на обновление подвижного состава 1 миллиард рублей. Часть машин уже прошла регистрацию и брендирование и до конца этой недели выйдет в линию. Первыми новую технику получат и Нововаршавский, Горьковский, Знаменский и Исселькульские районы. Также часть автобусов выведут на межмуниципальные маршруты. 116-й Малунцево-Береговой и 197-й от остановки имени Бархатовой до микрорайона Крутая Горка. Добавлю, что всего регион получит 164 автобуса большого, среднего и малого классов. Всю технику должны доставить в Омск до 1 февраля. Гордость области готовится к первому пуску. Летная ракета-носитель «Ангара-А5» прибыла на космодром «Восточный». Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Роскосмоса. По словам специалистов, на станцию «Ледяная» железнодорожный эшелон с составными частями ракеты прибыл с производственного объединения «Полет». Именно на Омском заводе собираются основные модули. «Ангара» — это семейство российских ракет. Носители от легкого до тяжелого классов. Их заправляют экологически чистым топливом. Уже завтра блоки «Ангары» разгрузят в монтажно-испытательном корпусе. Ну а первый пуск планируется осуществить в марте. Стартовый комплекс, по данным Роскосмоса, практически полностью готов. Подарить вторую жизнь новогодней красавице в Омске заработали пункты приема хвойных деревьев. Специалисты перерабатывают их в щепу и сдают в зоопарк. Польза не только для животных, но и для людей. Чем грозит высохшая ель в квартире и что получается из утилизированных хвойных, узнавала Анастасия Вишова. Все, осталось снять пару игрушек, гирлянду и можно ставать елку. Праздник от нас уходит. И это отчетливо видно по квартире Ксении Яковлевой. Для главного символа новогодней красавицы здесь больше места нет. Амичка говорит, всегда убирать дерево сразу после каникул. Иголки начинают осыпаться, и если затянуть, навести чистоту будет непросто. Но в мусорный контейнер девушка ель не отправляет. Дарит вторую жизнь. Это живое дерево. Его жалко просто так выкидывать на улицу, несмотря на то, что он дарил нам праздник, да, все эти новогодние дни. Поэтому если отдать ее на переработку, сделаем что-то полезное. Чтобы принести максимальную пользу природе, девушка забирает и оставленные соседями деревья. И отвозит их в пункт приема. Здесь пусть и не свежей зелени, рады, хвойные отправят на переработку. Измельчат в мульчу, так называется щепа, которую посыпают саженцы. Она обогащает почву, экономит время на полив и прополку. Еще часть елок передадут в Большереченский зоопарк в виде игрушек и теплых подстилок. Сотрудники разносят животным особые подарки. В этом случае елочки. Животные используют елки не как еду, а больше как игру. Падают, бьют копытом. То есть сегодня у нас в зоопарке ни одно животное не останется без своей игры. Культура правильной утилизации живых елей в нашей стране набирает обороты. Так, чтобы привлечь внимание к пунктам переработки, в некоторых регионах запускают необычные акции. В Ставрополе горожане могли обменять хвойное дерево на пальму. Кремлевскую ель после праздников превращают в сувениры и кормушки для птиц. В Тамбове отправляют в котельные и отапливают сотни домов. А самые изобретательные варят варенье. Очистил от крупных веток. Получилось у вас столько в кастрюльке. В Омске уже сейчас работает стационарный пункт приема елок на переработку и мобильные. Организатор крупный торговый центр на Левобережье. Оставить новогодние деревья можно на площадке около парковки до 23 января. И как показывает практика прошлых лет, а мечи все чаще предпочитают избавляться от деревьев с пользой. В прошлом году мы собрали 1730 деревьев и переработали их в 30 тонн щепы. За благое дело еще и можно получить подарок. Условия просты. Нужно всем двором как можно больше елей сдать на переработку. В списке призов скамейки, урны или песочницы. А также саженцы. Хорошая мотивация и личная безопасность. От долгого нахождения в квартире елка быстро высыхает и становится пожароопасной. Она может вспыхнуть от любой искры. Еще одна опасность для тех, кто долго хранит елку. Если новогодние атрибуты будут украшать долго квартиру, то к ним можно привыкнуть. И тогда и вовсе на следующий год есть риск остаться без новогоднего настроения. Анастасия Вишова и Сергей Пайхалов, 12 канал. А елки желаний тем временем исполняют мечты детей всей страны. Так у маленьких хомячей появилась возможность встретиться с любимыми хоккеистами из авангарда. Помогли Деда Морозы из ракетных войск. Лукьянов Артем, 9 лет. Мечтаю попасть на тренировку с профессиональными хоккеистами вместе со своими друзьями. Ну что, в Новый год мечты сбываются, Артем. Мы организуем тебе тренировку. Ребята не только посетили ледовую арену Омского клуба, но и примерили на себя экипировку. А после еще и сыграли настоящий хоккейный матч вместе с капитаном команды Дамиром Шеребзяновым, Владимиром Ткачевым и Ильей Проскуряковым. Как сказали ребята, об этом они мечтали несколько лет. Уникальную возможность подарили в рамках всероссийской акции «Елка желаний». В ней участвуют амичи в возрасте от 3 до 17 лет. Имеющие ограниченные возможности здоровья, сироты и ребята из малообеспеченных семей. Отдельное внимание уделяется детям участников СВО и ребятам, проживающим на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. И вот какие материалы мы покажем во второй части программы. Оставайтесь с нами. Во власти циклона. Сейчас дорожные службы трудятся в авральном режиме. Основную работу они проводят ночью, чтобы не создавать заторы, особенно в часы пик. Как Омск переживает последствия метели и когда погода наконец-то перестанет капризничать. По зову сердца. Мы проводим еще и по школам патриотическую работу. Во-первых, проводим мероприятия к великим датам, к великим победам. Серебряные волонтеры трудились все каникулы, чтобы помочь бойцам СВО. Кто-то спасает, а кто-то превращает в блюдо дня. На Омских улицах снова нашествие косуль. Тот случай, когда зима действительно заметает. На регион обрушилась мощная метель. Осадков выпало так много, что дорожным службам пришлось перейти на усиленный режим работы. Но самое страшное – резкий перепад температур. Трассы и тротуары превратились в каток. И это только начало, уверяют синоптики. Уже завтра могут ударить 30-градусные морозы. Сохранится провистый весер. Как Омск пережил и без того сложный первый рабочий день года, который еще и подпортила погода, расскажет Анна Лукинец. Вот так легким движением циклона погода отправляет омские машины в крутой занос. Это не кадры из фильма «Мгла», а ночная буря, которая накрыла регион в считанные часы. Областные трассы превратились в каток. Водители едва справляются с управлением. Местами огромные пробки. Днем та же картина. Наши коллеги едва успевают на съемку, но так безопаснее. Как дорога? Да ужасная дорога. Наличь, себя не расходишься. Носим постоянно. На городских магистралях ситуация не лучшая. Путь к школе номер 47 теперь как квест по прохождению полосы препятствий. Машина тяжело проезжает. А вот сейчас я поеду, если поеду, я буду цеплять. А то я вообще могу повиснуть. Сейчас придется ехать по обочине. Сейчас дорожные службы трудятся в авральном режиме. Основную работу они проводят ночью, чтобы не создавать заторы, особенно в часы пик. Ну а сейчас в дневное время суток они убирают остановки и также обрабатывают дороги и тротуары противогололедными материалами. В поле 250 единиц техники и более 150 человек. На некоторых участках приходится работать, что называется, в ручном режиме. Много работы. Да, нам пришлось поработать. То обледенение, то дождик, то снег. Но основная работа в темное время суток. Как только город засыпает, коммунальщики выходят на бой со стихией. Говорят, таким образом удастся избежать заторов. Специалисты признаются, сильно мешает ветер. Сегодня порывы достигли 25 метров в секунду. Это уже штормовые показатели. Сносит даже знаки. Много снега выпало. Вот убираем. Каждую ночь убираем. Сегодня, видите, ветрено. Поэтому есть сложности в этом. А в такую хорошую погоду, конечно, лучше убирать. Но мы стараемся и в такую погоду убирать. Чтобы людям был проезд хороший. И тем не менее, ледяные наросты по-прежнему остаются на многих улицах. Жалобы от жителей поступают одна за одной. Но ВДХБ уверяют, для уборки даже используют дополнительную технику. Заключают контракты с частными организациями. За минувшие сутки нашим подведомственным учреждением управления дорожного хозяйства вывезено более 7,5 тысяч кубов снега. Работали все во всех пяти округах. Сейчас есть перепады с нуля градусов до минус 20. Поэтому невозможно единовременно и своевременно убрать со всех дорог эту наледь. Эту работу мы будем продолжать. Также обрабатывать. В дальнейшем очищать и вывозить со всех дорог улиц города. Автоинспекторы тем временем призывают омичей отказаться от дальних поездок по загородным трассам. А в городе советуют пользоваться не личным, а общественным транспортом. А науки нет. Дмитрий Ладогепченко, Павел Манжос, 12 канал. В сообщниках у аферистов теперь искусственный интеллект. Злоумышленники начали использовать нейросети и подделывать голоса. Как это происходит, кто в зоне риска и как отличить фальшивку от оригинала, выясняла Юлия Думанова. Уже завтра на 12 канале премьера нового документального фильма «Кибержертвы. Карты. Деньги. Два звонка». Говорили разные угрозы. По типу, убьем тебя, сдадим органы. Попал в аварию или в больницу. Нужны срочно деньги. Мошенники все больше используют свои деятельности нейросети. С их помощью генерируют речь. Было украдено 8 миллиардов рублей. Это мой способ сейчас покаяться, можно так сказать. Сейчас могу лично извиниться за все, что сделал. Тема актуальна. В Омской области всплеск дистанционного и телефонного мошенничества. За год количество случаев возросло практически на треть. Свои истории расскажут те, кто попался на уловки. Среди них даже знаменитости. А еще зрителей ждет исповедь преступников, которые сейчас отбывают наказание в колониях. И инструкции о них, как не стать жертвой. Изюминка проекта – эксперимент от нашей команды с подменой голосов. Итак, премьера фильма «Кибержертвы. Карты. Деньги. Два звонка» уже завтра, 10 января в 20 часов на 12 канале. У Добрых дел нет выходных. Работа серебряных волонтеров не прекращалась и в новогодние праздники. Активистки добровольческого движения старшего поколения собирались, вязали теплые вещи для ребят из зоны СВО и обсуждали мероприятия на 2024 год. В планах патриотические уроки. Анастасия Донец расскажет подробнее. Эти шерстяные вещи – теплые не только из-за качественного материала. Все они сделаны с любовью. Серебряные волонтеры вместо того, чтобы вязать носки внукам, решили одеть наших бойцов СВО, которые сейчас защищают российские рубежи. Военные уже не раз говорили, в этом году зима выдалась холодная. На передовой просто необходима теплая защита – шарфы, пояса, шапки. Запросов так много, что активистам пришлось трудиться на протяжении всех праздничных дней. Но они, признаются, ничуть не устали. Я сама по специальности педагог. И тем более у меня оба родители, мама с папой, были участниками войны. И поэтому настолько вот это для меня очень важно. И как не помочь, когда знаешь, что у меня и ученики там воюют вместе со всеми другими остальными ребятами. И для меня это очень важно. В прошлом году волонтеры серебряного возраста вязали также маскировочные сети, изготавливали окопные свечи и сухой душ. А еще добровольцы проводят встречи с молодыми амичами в учебных заведениях и музеях и рассказывают о героях нашего времени. Мы проводим еще и по школам патриотическую работу. Во-первых, проводим мероприятия к великим датам, к великим победам, героическим датам России. Работы хоть и проделаны немало, планов на 2024-й еще больше. В штабе общественной поддержки уже начинают готовить мероприятия. Мы не собираемся пока менять основные направления нашей работы. Это опять-таки патриотика, работа с молодежью. Это непосредственная работа здесь в штабе при проведении каких-либо мероприятий, встречи с общественными организациями. Ну и, конечно, работа по изготовлению тех же самых носков теплых вещей, сбор теплых вещей для наших земляков. Стать серебряным волонтером или посетить мастер-классы по вязанию теплых вещей для участников СВО могут все желающие. Для этого лишь необходимо обратиться в штаб общественной поддержки. Дату и время следующей встречи можно уточнить по телефону. В Омской области запустилась новая программа субсидированных рейсов. Всего в списке 12 направлений. Они утверждены Росавиацией. По выгодной цене можно улететь в Екатеринбург, Минеральные воды, Надым, Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салихарт, Сургут, Тобольск, Томск, Уфу и Ханты-Мансийск. Половина из них пользуется особым спросом среди вахтовиков. Напомню, что субсидированные рейсы компенсируются за счет регионального бюджета. Перевозчикам возмещают расходы, поэтому стоимость билетов на такие направления максимально выгодная. Однако, по сравнению с прошлым годом, количество омских субсидированных рейсов уменьшилось. В 2023-м их было около 20. На трассе лесные обитатели, персонажи сказок и даже супергерои. Омичи в колоритных костюмах стали участниками рождественского полумарафона. Конкурс нарядов уже стал доброй традицией. Несмотря на морозную погоду, на дистанции было по-настоящему жарко. Как прошел главный зимний забег и кто одержал победу в материале Юлии Вдовиных. Около 1400 участников из 19 регионов нашей страны, а также из Казахстана, Франции, Италии, Китайской народной республики, Черногории, сегодня выйдут на старт рождественского полумарафона. Будет по-настоящему жарко. Но это чуть позже, а пока. Прыжки на надувных лошадках, гонки на мягких лыжах, проверка на меткость при помощи валенок, игры с мячом и метлами. Формат семейного праздника – главная изюминка этого рождественского полумарафона, что символично. 2024 объявлен годом семьи. Есть возможность поиграть вместе с детьми в разные игры спортивные, посостязаться, поулыбаться, посмеяться. И им весело, и нам весело. Вот играем в хоккей с вениками. Нам очень нравится, несмотря на такую прохладненькую погоду. Очень довольны, спасибо. Зимний забег традиционно не только самый холодный, но еще и самый колоритный. Кого только не встретишь на трассе. Супергерои, персонажи сказок, лесные звери и, конечно же, драконы. Я выбрала такой костюм, например, что год дракона. Динозавр – это где-то рядышком с драконом. И мне показалось интересным пробежать символично в таком наряде. Ну а некоторые привлекают внимание и без ярких костюмов. Это уже приключения итальянцев в Сибири. Я бегу сегодня, потому что в этот день здесь низкая температура во время марафона. Ниже, чем в мире. И потому что моя жена из Омска. Мы попытаемся пробежать марафон. Считанные секунды до старта и несколько напутственных слов от главы региона. Желаю хорошего забега, получить радость, удовольствие. И сегодня вдвойне приятно, что еще в Рождество мы сегодня вместе бежим. Всем хорошего бега и с праздником. С Рождеством Христовым! На старт! Внимание! Побежали! В этом году дистанция не изменилась. Все участники бегут по улице Ленина, Партизанская, набережная Тухачевского. И встречаемся здесь же, на Соборной площади. Ну что, ждем первых победителей. Дистанции по традиции две соревновательных. 10 и 21 километр. И любительская трешка. Участие в рождественском полумарафоне для представителей 12 канала – добрая традиция. Кстати, с каждым годом смельчаков все больше. Настроение прекрасное. Погода, думал, подведет. Нет, нормально. Ноги бежали, шипы тоже работали. Дыхание справилось. В забеге на 21 километр побеждает спортсмен из Новосибирска Петр Швецов. У женщин лучшее время у Татьяны Курамшиной из Челябинской области. Вода холодная, я говорить не могу нормально. У меня в дубы замерзли. А так нормально все. Дистанция хорошая. Ну, льда мало. Организаторам спасибо. Рождественский полумарафон подходит к концу. Старт серии забега в СИМ дан. Увидимся уже весной. Еще о спорте. Дубль Буше принес авангарду победу над Адмиралом. Матч оказался непростым и небогатым наголым. Определить соперника у Ястребов получилось уже только в овертайме. Эта игра стала первой в новой выездной серии. Она состоялась во Владивостоке. За три периода болельщики увидели только две заброшенные шайбы. Счет в игре открыл нападающий авангард Дарит Буше. Адмирал смог ответить только во второй 20-ти минутке. Отличился Кирилл Пятьков. После этого в основное время команды так и не смогли изменить счет. И игра перешла в овертайм. Там на последней минуте вновь отличился Буше. Итог 2-1 в пользу омичей. Отмечу, что свой дебютный матч за авангард сыграл легионер из Словакии Томаш Юрча. В молодчике сегодня по-другому игра не могла сложиться. До конца дотерпели, выстояли, но и в концовке решили эту ситуацию. Это очень важно, ребятки. Давайте, чтобы мы так всегда с вами готовились к играм. Это очень важно. Поэтому всех с победой. Молодцы. Специалисты регионального Минприроды продолжают отлавливать косуль. Очередная спецоперация по спасению копытного развернулась накануне. Теленок застрял на территории детского сада. На малыше специалисты опробовали новые сети для отлова копытных. Безопасное средство, которое предотвращает травмирование косуль. Дикого зверя поймали и вывезли в его естественную среду обитания лес. Тема наплыва косуль не утихает в регионе уже целый месяц. Дикие животные попадают в ДТП и становятся жертвами бездомных собак. А мечи пытаются выманить животных из города. Неравнодушные жители собрали на корм косулям 50 тысяч рублей. Тюки сено и мешки с зернами вывезли в лес, чтобы животные не заходили в Омск. Между тем, в одном из местных кафе эти дикие звери превратились в блюда дня. А мечам подают пельмени из косуль. Блюда из мяса самого популярного животного этой зимы уже вызвали ряд вопросов от зоозащитников. Но в заведении заявили, такая трапеза была в меню и в прошлом году. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 10 января, в Омске метель. В ночное время минус 15, минус 21. Днем до плюс 1. В районах облачно снег, ночью до 22 градусов ниже нуля. Днем минус 9, минус 14. Ветер южный, 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 716 миллиметров ртутного столба. На этом у меня все. До встречи на 12-м канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова